Дорогие друзья, всем огромный привет! Ну, вы видите, кто у нас опять в госях в Петербурге? Можно сказать, зачастил. На чашечку ковра. Лена приехала одним днём из Риги. И ты уже сегодня обошла целую кучу. Ой, я уже сегодня столько обошла. Она попала по Петроградской. Да, по Петроградской. Как тебе, кстати? Ты знаешь, как-то неожиданно. Мне что-то ожидалось больше. Ну, потому что ты не разошла. Потому что на Петроградской надо было выйти и идти по Большому проспекту. А ты шла от Горьковской до Петроградской. Там ничего особенного вообще нет. Ну, ладно. Ну, ладно. В следующий раз. В следующий раз. Потом я ходила в Спас на Крови. Потом я ещё... Ну, он произвёл на тебя в Пещере. Ой, да, очень. Спас на Крови, это, конечно, очень фантастика. Вот так же, как и на меня... Ты снимала там видео? Да. Надо мне тоже снять. Я летом обязательно сниму. К нам родственники приезжают. У нас теперь от Боя нет от колумбийских родственников. Им так понравилось. Им так понравилось. Им везде понравилось. Они просто не ожидали, что в России так круто. Ну, вот. А если ты, например, запутаешься в галерее, то здесь есть вот такой вот стенд, вот такой вот, да, где можно посмотреть на каком этаже, где что находится. Видишь, тут минус второй этаж, минус первый, первый, второй, третий, четвёртый, пятый. Ну, то есть, вот... Отлично. То есть, всё-таки, 7 этажей подземными. А, вот, видишь? Я вот так скажу, что ты сказала, 7 этажей. Вот. Не представляешь, сколько там магазинов. Да, кстати, сегодня у нас какой день-то, будний? Да, у нас сегодня, подожди, у нас сегодня вторник. Совсем будний. Да, Сахаленбейш тоже розовый, но этот магазин у вас должен быть, это эстонский. Да, есть. В каком-то торговом центре есть. Он эстонский, поэтому это ваши соседи должны быть. Да, 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 вот так сказать. Да, есть. Ну что, дорогие друзья, я хочу Лене показать магазин. Это именно российский бренд, он очень хороший, может быть, немного дороговатый, но там вещи такие качественные, достойные и шьются в Москве, не в Китае, и поэтому стоят достаточно дорого. Да, да. И вот, недавно я в видео показывала себя в серебряном, да, в серебряном. Вомбербол. Вомбербол. Ну, он как-то не пойми что, вот, но... Мне, как бы, многие написали, что как космонавт, а там ткань, наоборот, как махровое полотенце. Тоненькая ткань. Она не тоненькая, она толстенькая, она как махровое полотенце. Да. Вот точно вот такое, мягкая. Да. Вот. И посмотрим, потому что все остальные магазины, конечно же, везде есть всякие Страдивариусы, Куланбеа, в общем, все это есть везде. А этого нет он. А этого нет. А у нас в Рике, тем более. Нет он. Нет он. Российского производителя нет. Да. Ну, я сама его раньше не знала. Ну, пойдем, рассмотрим получше. Да. Мне его показала, кстати, одна зрительница моего канала, которая живет в Коста-Рике. Ого! Да. Фальконери. Красивая очень. Видишь, розовый, как ты любишь. Ой, как я люблю, да. Ты прямо сочетаешься с ними. Да, да, да. Я прямо сочетаюсь. Да. Можем, кстати, сфоткаться. Красивая. Вот, кстати, российский бренд Зарина. Видите, кто лицо? Наталья Аррера. Знаешь, что это такое? Ой, да, точно. Я помню. Это аргентинская звезда. Да, да, да. Она практически уже русская. Да ладно. Скоро, я думаю, ей паспорт дадут. Да. Ну, потому что она постоянно здесь. Да? Да. Ну, что ты хочешь. Она здесь хорошо зарабатывает деньги. Серьезно? Конечно. Ну, смотри, ее здесь очень любят. Она в рекламе снимается. Она поет, концерты дает. Ого. В кино снимается. Ну, я помню ее. Она даже по-русски поет. Серьезно? Я помню ее. Да, она постоянно на телевидении. Дикий ангел. Да. Ну, сериал был аргентинский. Да. Вообще она уругвайка. Видишь, это по Москве она едет. Вот. Вот. Кстати, Зарина имеет недорогие, недорогие. Это недорогая одежда. Но, кстати, вполне себе нормального качества. И есть большие размеры. Так что можно заходить сюда. Вот, ребята, мы пришли в этот магазин. Давайте я вам покажу витрины. Здесь летние цвета уже. Вот видите, какие здесь цены. Брюки 10 300. Зуза 7 500. Но здесь, как правило, используются очень часто натуральные ткани. Ну, не только, конечно. Вот платье 19 400. Это все отшивается в Москве якобы. Вот. Сейчас мы сюда зайдем с Леной и она кое-что примерит. Ага. 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 Так, ну что, заходим. Ну, здесь, видишь, преобладает такая мятно-голубая, с элементами желто-зеленоватого такого цвета. Такая вот гамма. 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 все красиво. Так что помимо это пальто тоже красивое. Очень длинное. Тебе будет длинное? Нет, но вот это вот супер. Цвет тоже длинный. Мерить это не буду, а вот то померяю. Вот более короткий вариант тоже здесь как бы сзади. Ты поняла, что тут интересные вещи очень красивые. Ну конечно так не дешево стоят. Очень красиво. Мне вот еще понравился тоже бомбер бархатный, темный, голубой. Вот 17 200. Видите какие здесь? Ну вещи очень оригинальные. Мне кстати вы звонили. Я пришла. Бархатный, голубой, очень красивый. Очень, да. А те вот серебряные, которые я покупала, они закончились. К сожалению. У вас почти все ткани натуральные. Ну очень много во всяком случае, да. И шьют вероятно маленькие отшивок. А здесь встречаются большие размеры. Да, да, да. Вот смотри, такое пальто как тебе понравилось. Только голубое. Тут который покороче? Нет, это который подлиннее. Это то, что подлиннее. Но голубой цвет очень красивый тоже. И смотри, что здесь комбинезон. Нет, это костюм. Марин, смотри, красиво. Они молодцы вообще сделали. Вот видишь, юбка, карандаш пресловутый, да? И ракет. Да, да, да. С такой же вот. И брюки такие же, смотри. Тоже видишь, с лампасами? Ну да. То есть можно комбинировать. Да, потому что сейчас в моде как раз костюмы. Комбинировать можно комбинировать. Да. Как я люблю. Парка как любит Лена. Все нежно-роза. А смотри, наверное, тут, а я думала, брюки превращаются. Нет, не отстегивается. Нет, конечно. Очень красивая парка такого цвета. А главное, что вот, ну, ни у кого таких не будет. Здесь очень все лимитировано. Это не реклама. Все равно скажут, что реклама. Скажут, что Марина, ты купила серебряный бомбер, и теперь тебе надо отработать эти деньги. Здесь, кстати, и бижутерия очень красивая. Посмотри, какой интересный, необычный. Кожаный, кстати. Кожаный? Ну, он, наверное, не кожаный там, кожаный. Или кожаный. Натуральный? Да. И смотри, видишь, как красивый. А сколько стоит он? С таким рисунком? Вот это для тоненькой руки. У меня, наверное, не сойдет все. Поверишь? Не, не, у меня запястье такое не худенькое. А вот еще тоже, смотри, бежитый немножко. Давай тебе обрежь. Ну да, здесь, да, чтобы дополнить образ. Ну да, она такая вот вся, как бы, я бы сказала, в скандинавском стиле. И вот, типа, как... И именно под эту одежду, которая здесь подается, да, представлена. Такой красивый. А этот сколько стоит? Такой интересный очень. Черно-белый. А, сейчас, подожди, подожди, Леночка. Семь вести. Ну вот это, как бы... Я взяла пятьдесят. Я не знаю. А что ты взяла? Вот этот... Ой, какой он классный. А сколько он стоит, кстати? Двенадцать паунт тысяч. Так он даже дешевле стоит, чем у северный паунт. И красивый. А, ваши карты есть? А, я не знаю даже. Так что, что должна быть? Заводя, а вы можете по телефону проверить? Да, так что еще будет скидка. Да. Очень красивая модель. Модель очень красивая. Реклама. Смотри, а повернись, повернись. Смотрите, какая красивая. Ну вот, кстати, бомбер, который я этот серебряный купил, он тоже мне показался чуть коротковат. Им бы на пять сантиметров делать вот эту длину по длине, потому что женщины, условно говоря, пятьдесят плюс, имеют вот зону, как говорится, или на кромчатке. И вот эти пять сантиметров, это большой бы был плюс для праж. Это для дизайна. А вообще, идея классная. Жарко. Черный. Красавчик. Хочу такой. Толлблэк. Толлблэк. Мне жарко. Ну все, ладно, пошли. Пойдем. Ладно, девушки, спасибо большое. Я надеюсь, что у вас будут покупатели. До свидания. Ну, мы зашли в маркетплейс, и я в какой-то степени Лене рекомендовала, поэтому если ей сегодня это не понравится, то в следующий раз я буду кушать другое. Да. Вот, смотрите, я порекомендовала, конечно же, тыквенный супчик. Да, я помню твой ролик, где-то там вкусно очень кушала его. Он стоит типа 145, ну в общем и греночки к нему 9 рублей, да, прилагаются. Я себе еще, кстати, вот взяла то же самое с семечками и с греночками, вот, и салаты. Лен, ну что ты взяла? Покажи, пошируйди вилкой, что ты там набрала. Ну что, салат как основа, огурчики, креветки. Салат, в смысле листья салата? Листья салата, креветки. Огурцы с редиской тоже как основа. Да, креветки, взяла фасоль стручковую, бальзамика, бальзамический соус и, по-моему, все. Да. Все. Вот, а у меня, внимание, я взяла тоже как бы основа листья салата, где моцарелки и креветки. В общем, приятного нам аппетита. Апах. Сейчас. Он такой, как крем. Это очень модный сейчас суп. Прямо такой. А запах у него очень интересный, Марина. Я даже не знаю, чем это пахнет. А ты никогда не ела тыквенный суп, Рашина? А ты кинь туда еще сухарик. Я тыкву вообще никогда не ела. Но я помню, как ты вкусно ела этот тыквенный суп. Он очень красиво выглядит. Да. Он еще и вкусный. У него такой вкус немножко сливочный. Я не знаю, как они его готовят, но... Но здесь какое-то добавление, вот какой-то специи какари. Нет, Марин? Не знаю. Мне кажется, нет. Я не знаю. Может быть, в разных маркетплейсах разные повара разные добавляют. Но я думаю, у них одинаковый рецепт. Ну как тебе? Какой-то. Пока не разобрала, но очень специалистический вкус. Даже, знаешь, надо... Ну тебе не нравится, что ли? Не, мне нравится. Да? Ну давай, ешь. Я не могу понять, что там. Мукбанг. Что они еще кладут? Скорее всего, сливки. Сливки, мне кажется, да. А сухариком тебе нравится? Да. Ну, в общем, ты рекомендуешь? Конечно. Потому что очень горяченький, приятный и недорого стоит. Его надо попробовать. Да. Не просто, чтобы знать, а вот именно попробовать, что такое... Я раньше его не брала, сейчас подсела. Так что давай, приятного тебе аппетита. Доедай уже спокойно, без мукбанга. Ну что? Ну мы надеялись, и я уже хочу подушечку под голову и спать. Тебе еще долго гулять. Хорошо, что галерея работает до 11. У тебя, потому что автобус в 11.30. Да, в 11.30. Но я еще по городу погуляю немножко, пройдусь. Я сейчас хочу Лене задать несколько вопросов, поэтому я перемещаюсь напротив, и в кадре будет она. Лен, ну расскажи мне, пожалуйста, как шопоголик шопоголику впечатление о, ну, женщинах Петербурга. Ну, это может быть и не жительница Петербурга, неважно, о россиянках, да? Да, расскажи, пожалуйста, чем отличается стиль одежды, манера одеваться от Латвии, или похоже очень? Что вообще? Ну, расскажи вот об этом. Ты знаешь, я не вижу различий, если честно. Мне кажется, вообще, любая женщина в любой стране, в Латвии она в Риге или в Петербурге, но и лично мое мнение, она все равно, если она очень стильно одевается, умеет одеваться, так как ей нравится и приемлемо. Мне кажется, что они не различаются. То есть ты считаешь, что разница в общем какой? Я да. Не знаю. Я считаю, да. Вот я хожу, например, в Петербурге. Может, потому что климат все-таки похожий, все-таки, ну, как говорится, север Европы, он и в Африке север Европы. А магазины как тебе, как шопоголику, вот, по наполнению, по ценам? Как? Ну, магазины я не мониторила, поэтому не могу сказать. Я уникло. Юникло. 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 Мне вот второй раз, если бы... Юникло ты промониторила? Да. Мне второй раз понравилось очень. В прошлый раз я не совсем понимала вообще свое отношение к этому, да, вот, магазину. Сегодня я вот, пока там немножко погуляла, я поняла, что у Юникло очень жаль, что нет у нас в Риге. Ну, может, еще будет. Может быть. Ну, потом, знаешь, у нас очень маленький город и магазин... А сколько, кстати, населения в Риге? До 700 тысяч. А, даже миллиона нет? Даже миллиона нет. До 700 тысяч. А вся Латвия? Меньше двух миллионов. Скажи, а второе посещение галереи, ты в ней получше разобралась? Уже не так все ужасно, как в первый раз? Ну, первый раз ужасно не было, Марина. Ну, ты сказала, что тебе не понравилось. Ну, потому что я растерялась очень много. Понимаешь, всего очень много. Шесть или семь этажей. У нас есть такие большие? Пять, наверное. Или пять. Но у нас нет так много магазинов, которые в одном торговом центре. Конечно, я растерялась. И я не говорила, что ужасно. Ну, сейчас уже тебе получше, Алла. Ты как-то сориентировалась побольше. Ну, да. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Да, подписывайтесь. Идите лайки тоже. Подписывайтесь на мой канал, на канал Лены. Ссылочку я оставлю в описании. Вот, пишите свои комментарии. Обязательно, комментарии обязательно. Делитесь видео. А, да, делитесь. И что еще? И нажимайте на колокольчик. Колокольчик. Колокольчик обязательно. Вот. Лен, ну скажи мне, ты, ну, в галерее тебе уже больше нравится? Ну, да. Ну, я думаю, что уже в следующий приезд она мне еще больше понравится. Да, да, да. Как родная. А скажи, пожалуйста, этот магазин понравился тебе? Очень, 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 очень. Реально понравился. Если бы, если бы, если бы не церковь для кого-то. Правда, очень понравился этот магазин. Там вот на самом деле для взрослой женщины именно стильный. Да. Там очень много одежды. Стильный. Стильный. Модно можно одеться именно взрослой женщине. Да, да. Вот. Ну что, прощаемся. Пока-пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok